Покер Бэт. Оберайс Виспорт. Результаты визита украинского президента в Америку. Обоснованы ли в Кремле по этому поводу сейчас открывают шампанское? Зачем и какой Путин ездил в Нижний Новгород? Зачем и какой Путин поедет теперь в Китай? Почему он вообще хочет туда ехать, где его будут унижать? И почему Путин тянет с новой частичной мобилизацией, которая уже год минул, но ведь новое пушечное мясо на фронте всегда нужно? Обо всем этом поговорим с оппозиционным путинской власти, российским политиком Геннадием Гудковым. Геннадий Владимирович, рад вас приветствовать. Слава Украине. Да, героям слава. Я также рад приветствовать вас и приветствовать всех, кто с нами в эфире. Геннадий Владимирович, вот российские пропагандисты сейчас, смотрю, бьются реально в экстазе, расписывая на разные лады провал визита украинского президента в Соединенные Штаты. Мол, и денег Украине уже не будет, это они о подвисшем пока финансировании на 24 миллиарда. Мол, и нового оружия, они утверждают, Украине не будет так же. Это они о неготовности Джо Байдена дать Украине дальнобойные атакамсы. Вот об этом всем сейчас действительно трубят российские пропагандисты. Я вроде бы понимаю, зачем они это делают, да. Я понимаю, что их цель искривить реальность, посеять среди россиян уверенность в скорой победе, а среди украинцев посеять депрессию и разочарование. Поэтому, если можно, вот давайте разбираться в этом визите Зеленского в Соединенные Штаты, на Генассамблею, в Конгресс, в Белый дом. Каким вы увидели его, эту поездку, его там встречи, заявления и результаты? Ну, сложно мне сейчас вот так вот сходу сказать что-то новое. В общем, мы видели достаточно продуктивную, на мой взгляд, эмоциональную, хорошую встречу президента Украины, президента Соединенных Штатов Америки. Его заявление Байдена о том, что Америка, Соединенные Штаты, в его лице продолжат помогать Украине столько, сколько это требует дело, столько, сколько это требует война. Я слышал совершенно другие отзывы. О том, что в Америке окончательно решили завершить войну, победу Украины. И готовят всё для того, чтобы это произошло. За кулисами, конечно, идут разговоры. Они идут в Европе, они идут в Синен-Штатах Америки. Я вчера встречался совершенно случайно с рядом американских дипломатов. И я так полагаю, что у них очень довольно последовательная, твёрдая линия на то, чтобы военная победа Украины была одержана. После, по крайней мере, вчерашнего беседа им там было достаточно много. Есть заявление, да, есть реальные действия, есть опасения. И вот как-то, знаете... Ну, понятно, понятно. Выдёргивают вот этот момент с Атакамсом, да, выдёргивают момент с тем, что Владимиру Зеленскому не дали выступить в Конгрессе. И как бы вот интерпретируют это как усталость Запада от Украины. Неготовность Байдена сделать Украине победу быструю в этой войне. Вот, казалось бы, да, давайте на Атакамсе сосредоточимся. Почему, по вашему мнению, всё-таки не было решения о передаче у Украины этих дальнобойных ракет? Ведь перед этим в Соединённых Штатах заявляли, что все ведомства согласовали передачу этого оружия Украине и осталась только отмашка от Джо Байдена, а её не произошло. Я думаю, что американцы, конечно, делают психологическую паузу, паузу привыкания. Вот эта война, которая сейчас идёт, уже полтора года, даже с лишним, это война, которая идёт, в том числе психологическая. Ведь мы все прекрасно понимаем, что на кону возможность гипотетической, к счастью, пока, развязанной ядерного конфликта. Конечно, это серьёзный фактор, которого не было никогда, ни в какой серьёзной войне в Европе. Но это впервые. Впервые участвует в войне ядерная держава с огромным ядерным потенциалом. И поэтому вот эту войну я бы назвал войной постепенного снятия психологических барьеров. Я просто напомню, как это всё было. Ведь в первоначале, когда никто не верил в Украину, оружие, которое передавалось в большом количестве, да, действительно так, это стингеры и дживенины. Это, по большому счёту, оружие полупартизанских действий. И только потом начались поставки тяжёлого, серьёзного вооружения. Сначала защитного, а потом уже и атакующего. И вот я думаю, что Америку СССР делают вот эту паузу для того, чтобы убедиться, что не будет эскалации с применением ядерного оружия. Я думаю, что предупреждение, которое они сделали и Путину, и они, и китайцы, они работают. Я думаю, что там идёт какое-то время, требуемое для того, чтобы Кремль привык к тому, что там получение Украины определенных типов вооружений неизбежно. Что это уже происходит. Чтобы не было истерики. Это моё личное впечатление. Я там не берусь говорить, что я являюсь истиной последней инстанцией. Тем не менее, всё-таки, я думаю, что вот эта вот ответственность, которую чувствуют, в отличие от Путина, Путина вообще никакой ответственности не чувствует. А вот ту ответственность, которую чувствуют западные нидеры перед своими народами и вообще перед цивилизацией, сходу мира, она является тем сдерживающим фактором, который, ну, какой-то... Мы с вами живём, так сказать, вот в этой ситуации. Для нас она гораздо более важна, близка и понятна. Это не у всех так. И поэтому тут надо понимать, что вот когда встречаются с западными политиками, они не понимают многие вопросы совершенно очевидные, которые идут, там происходит процессы в России, в Украине и так далее. Вот. Поэтому я думаю, что это война, когда постепенно снимаются эти психологические барьеры. когда вот эти вот разговоры о передаче техники, авиации, ракет среднего и малого радиуса действия, они сначала идут разговор, 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 только потом идут поставки. К сожалению... Контраргумент, вот позволю себе, эту красную линию уже переступила Франция и Великобритания, когда дали Украине шторм-шедоу, скальп, ракеты, воздушного базирования, но по дальности приблизительно... А вот это и есть психология привыкания. А вот это и есть психология привыкания. То есть не мы дали, а дали наши союзники. Дали немного, но дали. Они вот сейчас применяются. Смотрим, что получается. То есть это такое тестирование идёт. Я извиняюсь за циничность. Я понимаю, что каждый день войны уносит жильцкие жизни, и это трагедия, которую невозможно, как говорится, не предотвратить, не восстановить, как говорится, эти жертвы. Невозможно вернуть назад. Я это понимаю. Но вот тут мы, к сожалению, с вами сталкиваемся с теми объективными факторами, которые преодолеть мы с вами пока не можем. Геннадий Владимирович, а можете ли вы оценить вот этот момент привыкания к Кремлём, Путиным? Можете ли вы предположить, сколько ему нужно на это времени, чтобы привыкнуть к скальпу, и когда советники Байдена скажут ему, вот сколько должно пройти? Ещё месяц должен пройти, чтобы... Не знаю. Я думаю, что... Путин привык. Я не могу сказать это точно, потому что я думаю, что там идёт, как я сказал, тестирование. И эта тестирование изучается всеми службами – дипломатическими, политическими, разведывательными. Идёт съём технической информации, смотрит на шевеление и перемещение, подготовку какую-то. И вот это всё в совокупности поступает, как говорится, в тот штаб, где принимаются решения. Я думаю, что так, потому что другого объяснения нет. Да, конечно, там есть какие-то определённые нотки усталости, но это очевидно, это так и должно быть, это нормальное явление. Люди не могут жить одной темой. Это понятно. К сожалению, там, счастье, не знаю, как уж это трактовать. Вот, поэтому у нас, понимаете, у нас разные восприятия. Вот мы живём, ещё раз повторюсь, что мы живём этой войной. Каждое утро, каждый день, каждый, так сказать, час начинается вот с того, что мы это всё обсуждаем, смотрим, переживаем и так далее. Но ведь у мира есть и другие задачи. Для них эта война, может быть, не для всех является вот так, как для нас с вами, конечно. Ключевым событием жизни, содержанием последних, так сказать, жизни под последних полутора лет. А у них там другие задачи. Поэтому немножко дальше. Конечно, они понимают, что это не война Украины и России. Конечно. Я бы сказал, что мировое руководство понимает. Понимает, что это война между прогрессом и деградацией. Между добром и злом. Между демократиями и авторитарными диктаторскими режимами. Понимает, насколько высокая цена поражения и победы в этой войне. Но, честно говоря, что вот это вот отношение к судьбам мира, ответственность за это, оно является, всё это является сдерживающим фактором. Геннадий Владимирович, если можно, то, что от вас услышал, поскольку мы знаем от американской стороны, что решение в передаче Атакамсов исключительно парафия Джо Байдена, и поскольку мы понимаем, что это решение не было принято, то, скорее всего, Джо Байден опасается, его аналитики, которые ему докладывают, опасаются, что в случае, если бы всё-таки эту ракету американцы Украине передали, то Путин мог бы использовать ядерное оружие. Вот это, да, даже если это мизерный шанс... Ну, начать приготовление к применению ядерного оружия, обосредить ситуацию, подвергнуть, может быть, какие-то ядерные объекты какому-то риску и так далее. Они это всё изучают. Они это всё крупулёзно изучают и не хотят ошибаться, не хотят совершать опрометчивые действия. То есть, если это действие, предположим, можно сегодня совершить с риском, а через месяц его можно совершить практически без риска, то... Ну, вот поймите меня правильно. Я понимаю, что мои слова звучат цинично достаточно. Но я просто объясняю логику, как я её вижу. Не подумайте, что мы вас обвиняем. Именно вот такая аналитика нам и нужна, чтобы понимать, что движет нашими союзниками в принятии тех или иных решений. Поэтому, поверьте, вам не нужно извиняться. Я вам даже больше скажу, что те представители российской оппозиции, которые в теме, как говорится, и понимают, как идёт война, ко многим из них западные коллеги обращаются с вопросами, а вот как быть, а вот на что это может привести, как будет проходить крах путинизма, какие могут быть механизмы, которые спасут мир от растаскивания ядерного оружия и так далее. Нужно ли давать там столько оружия? Не нужно. Они даже через нас это тестируют. В том числе. Спрашивают наше мнение, наша позиция, наше понимание вот этого процесса. Так как мы, конечно, ближе и понимаем лучше вот этот вот механизм, в том числе механизм работы российской власти, мы, конечно, говорим, ребята, давайте больше оружия, потому что тянуть... Вот я вчера разговаривал, я объяснял нашим коллегам Соединенных Штатов Америки, я говорю, ребята, поймите правильно, что у Путина тоже есть барьеры психологические, но он тоже какие-то барьеры морально может перешагнуть, или там морально сам, внутренние, так сказать, факторы, а какие-то не может. И чем вы больше даете ему времени, тем больше у него времени морально подготовиться к чему-то другому. Понимаете? То есть тоже, говорю, тянуть нельзя, потому что если вы будете тянуть, и у Путина... А вдруг он бункер роет на глубине 2,5 километра, куда не достанет ни один там ядерный проникающий заряд. Мы же не знаем с вами, может, роет. Но, может быть, даже вы знаете, я не знаю, у вас разведка работает, а мы все-таки там по каким-то там своим внутренним источникам работаем. Потому что если Путин будет убежден, что его не убьют после применения ядерного оружия, ну, как раз какое-то время хотя бы, то черт его знает, что у него там в голове. Но явно дедушка не в адеквате. Явно у него там шарики за ролики заехали уже давно и далеко. Поэтому тоже тут тянуть нельзя. Нельзя брекать войну на годы. На изматывание, так сказать, России, а одновременно с этим изматывается Украина, весь мир измой. Истощается терпение. И там, давайте там, честно говорить, элемент усталости тоже будет накапливаться. Мы-то это понимаем. Но не все в мире это так оценивают, как мы. Геннадий Владимирович, а о европейских наших союзниках, если можно, мы знаем, что передача от Германии ракет Таурус была привязка к американским атакамсам. Теперь мы понимаем, что если нет атакамсов, можно ли сделать вывод, что и от Берлина нам Таурусов не будет? И вот если можно немножко оканцелить Польсой, вот о его политике, что он идет в Фарвате, это его решение повторять за американцами, это почему? Он прячется за спиной американского президента, прячется от Путина. Можно ли такой вывод сделать, изучая его политику? Ну, Германия занимает достаточно самостоятельную позицию и в НАТО, и в Европе. Это одна из ведущих стран. Но, по крайней мере, сейчас как бы сформировалось таких два центра, как ни странно. Вот центр экономический, это, наверное, все-таки европейский, но ближе к Германии. Я так условно говорю, ключевые. А вот политический, как-то больше к Франции сейчас идет. Поэтому есть осторожность стороны канцлеров, безусловно, и кругов немецких. Я вот как-то задавал вопрос одному немецкому политику, публичный вопрос задал ему на большой конференции. А вы, говорю, рассматриваете Путина как камдерпарт, да, вот это вот, как сторону возможностного заключения мирного договора. Ну, я провоцирую одномерно эту ситуацию, потому что, если Путин террорист, какие могут с ним быть переговоры, да? И Байтин сказал, что его нельзя оставлять у власти еще две недели спустя, после начала войны, или даже еще раньше. И вот, думаю, не отвечает, хотя я точно знаю, что там его фракции, его партии терпеть Путина не может, и, в общем-то, достаточно жестко, решительно настроено. Он говорит, ну, господин Дудков, мы будем действовать, исходя из реальных обстоятельств, которые возникнут в ближайшем будущем. Вот чего я должен думать по поводу этого? Я, конечно, понимаю, что они готовы будут, в том числе, видимо, если реальные обстоятельства сложатся так, что нужно будет разговаривать с Путиным, они будут разговаривать с Путиным. Я это и сортовал так. Уже нет того, что было в прошлом году? Помните, вот эти телефонные звонки от Макрона, в том числе? Нет, нет. Беречь лицо Путин, вот этого всего уже давным-давно нет. К счастью, к счастью, нет. Но вот непонимание, что будет с Россией, как выстраивать ситуацию, она тоже сказывается. Поэтому Германия, мне кажется, соблюдает некую такую осторожность, ждёт. А всё-таки они как бы привыкли... К чему европейцы? Они, конечно, ведущие экономикой мира, безусловно, всё это понимает, своё значение. Всё равно это проскальзывает у них. Они, конечно, очень толерантны, очень дипломатичны. Но всё равно они понимают свою мощь и свою значимость для всего мира. Но, тем не менее, они всё-таки хотят, чтобы пальму первенства в принятии таких общих политических решений взяли бы на себя Соединённые Штаты. Это я почувствовал в ряде моментов, в ряде разговоров на разные темы. Ну да, да, конечно, да. Но вы много хотите от нас, от Европы, вы знаете, что я не могу вам с американцами поговорить. Вот пусть они как-то, так сказать, выработают какое-то решение. А мы-то поддержим. Просто нам тут проект... Они готовы отдать, потому что что, прячутся от ответственности, не хотят лишних трат, хотят приложить эти все... Да нет, я думаю, что они хотят, чтобы... Ну, во-первых, все страны, давайте же по-честному, да, до конца по-честному, многие страны передают оружие Украине в обмен на обязательства Соединенных Штатов Америки поставить потом им там по очереди загруженный американский военно-промышленный комплекс по самые небалые, до каких-то там 30-х годов, поставить им вот это упадающее вооружение в новых образцах. Когда Соединенные Штаты Америки говорят, окей, сколько вы танков передаете Украине? 70, окей. Хорошо, мы вам-то поставим новых танков, но 70 вам не нужно, давайте договоримся на 50. Потому что 50 новых будут у вас круче, чем 70 старых. Ну, не старых, а вот ныне настоящих вооружений. И вот эти многие вещи, в том числе связанные с авиацией, они зависят от Соединенных Штатов Америки, потому что Соединенные Штаты Америки один из основных поставщиков оружия всему НАТО. И возможности американского оружейного комплекса не безграничны. Конечно, Европа сама много чего выпускает. Это и авиация, это и танки, это и боевые машины, пехоты, там, похоже, бронированные, тоже много, конечно, огромную линейку техники выпускают Европу. Но всё-таки во многом, особенно страны восточной Европы, зависят от поставок оружия Соединенных Штатов Америки. И то, что они отдают, им потом должны будут компенсировать в виде новых вооружений. Таковы и принципы, и правила. И поэтому вот Германия, она типа, ребят, ну давайте вы там сделайте, и мы тут же вас поддержим. Вы сделайте, и мы тут же вас поддержим. У них нет разногласий, но есть вот некая такая осторожность. Я не являюсь большим специалистом по военной технике, по образцам и так далее. Я больше, так сказать, на политические темы создаю и общаюсь. Но мне кажется, что это и в военной сфере точно так же проявляется, это некая издешенность. А с точки зрения, вот Геннадий Владимирович, в случае, если у США Украины, деньгами, вооружением все-таки пойдет на спад, сможет ли этот упавший стяг подхватить Европу? Можем ли мы рассчитывать на большую помощь от Германии, от Франции, от Британии, в случае, да, если Америка как бы по тем или иным причинам станет помогать нам меньше? Я не думаю, что Америка станет помогать нам меньше. Все-таки они прекрасно понимают, вот мы тоже вчера обсуждали, я говорю, что сейчас вот вы считаете миллиарды, неважно, десятки миллиардов или даже сотни, а если вы проиграете, вы будете считать триллионы, которых не хватит на компенсацию всех издержек победы диктаторов. У вас просто денег не хватит. Вы такие будете нести траты, по сравнению с которыми сегодняшние ваши траты будут казаться, так сказать, детскими забавами. И многие политики это понимают, что лучше уж сегодня истратиться, чем потом бить по хвостам, непонятно какие последствия будут, какие-то, во что это вылится, вообще хватит ли денег. Геннадий Владимирович, вот кажется, что наши европейские соседи, соседи Украины, это прекрасно понимают, ну, в силу своей географической близости к России, они понимают, что если не устоит Украина, то им тогда уже на своей территории придется... Да, да, когда я вот тоже вижу... Понятно, но вот сейчас заявление от Польши, да, о том, что... Польша, да, вот это как раз про Польшу. ...помогать нам новым, тем своим оружием, которое они покупают, в том числе у американцев. То есть вот те хаймарсы, которые не покупают, да, они оставят себе. Те патриоты, которые не покупают, они оставят себе, заявляют о том, что не готовы Украине их давать. Помогите понять, это почему? Это подвыборы только вот такие заявления? Нет, 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 нет. У них действительно там есть какие-то опасения. Но это не неправильно, они не понимают. И вот надо им объяснять по-дружески, по-человечески, потому что Польша сыграла и продолжает играть огромную роль в поддержке Украины. Тут совершенно очевидно одна из опорных стран. Но полякам надо объяснять, что вот если будет победа над Путиным, путинизмом, это будет одна война. Больше другой войны не будет. Вот побеждает Украина, наносит сокрушительное поражение Путина, на этом кончается война. Я думаю, что на этом закончится путинизм. А если проигрывают, то войн будет много. То есть вот к чему они готовятся? К проигрышу и то, что войн будет много? Или нужно победить в одной войне и исключить рецидив? Ну, это очень простой выбор. Конечно, я понимаю это, но понимает это так, как понимаю я или вы и многие другие политики Польши, может быть, не до конца. С ними тоже надо работать, с ними тоже надо объяснять, с ними тоже надо встречаться. Действительно, война будет одна, если она на победу. Или будет много войн, если будет какое-то поражение, при котором Путин будет чувствовать себя победителем. Вот совершенно очевидно. Тут вот, как говорится, и не нужно ходить гадалки. И вот мы сейчас увидим с вами обострение отношений Путина и Эрдогана, вот это унижение Эрдогана в Сочи. Чем обернулось? Я приезжаю в Европейский парламент, у меня назначены встречи, и мне говорят, господин Гудков, пожалуйста, посидите, подождите минут 30-40-50, у нас экстренное заседание, экстренное голосование, экстренное обсуждение вопросов в Карабахе. Я говорю, о, ребята, привыкайте, Путин вам сейчас начнет ударить одну за другой, такую ситуацию, вы задолбаетесь, значит, проводите экстренное совещание, экстренное заседание. Потому что это результат того, что происходит в России. Это результат тех всяких договоренностей или недоговоренностей, соглашений или, наоборот, конфликтов, которые устраивает Путин. Да, понятно, что Азербайджан решает свои, так сказать, задачи, понятно. Да, понятно, что там объективные условия там они существуют для этого вооруженного конфликта, но он мог произойти или не произойти вообще, мог произойти через пять лет. А произошло вчера. А почему? Вы не связываете это с визитом Эрдогана, когда он с женой приезжает в Сочи и уезжает не с тем. А мы вас предупреждали, что ждите вместе Эрдогана. И это не только там прекращение строительства газового хаба в Турции. Ну вот вам, пожалуйста. Ведь Турция сейчас является основной страной, поддерживающей Азербайджан. И тут совершенно очевидно, что у Эрдогана огромные возможности отомстить Путину за вот это унижение, которое ему подверг в Сочи. А на какие провокации еще, по вашему мнению, может пойти Путин? Вот мы проговорили тот момент, что Джо Байдена, возможно, останавливает от передачи нового оружия в Украине тот факт, что Россия ядерная держава и может использовать это оружие. Но может ли Путин пойти в продолжение его любимая вот эта вот тактика повышения ставок, может ли он зайти своей армией в одну страну Балтии, которая, казалось бы, члена... Пятая статья, помним. Но ничего ведь не поменяется. Россия все равно останется ядерной державой. НАТО соберется и скажет стоп-стоп, мы хотим, конечно, помочь и защитить страны Балтии, но Россия ядерная держава и может возникнуть Третья мировая ядерная война. Поэтому нет, 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 вот реакции НАТО не будет. Можно ли понять, что вот это тоже может сработать? А вот не сейчас. Это может произойти, но это не сейчас. Это не угроза сегодняшнего дня. Это гипотетическая угроза завтрашнего или послезавтрашнего дня. На мой взгляд, опять-таки, это субъективное мнение. Я бы, как говорится, приготовиться Армении и Грузии. Даже не Казахстан. А вот Армения и Грузия. Поскольку влияние Путина в этих двух странах, оно сильно. И мы прекрасно знаем, чем, какими факторами оно обусловлено. И я не исключаю, что события в Армении могут иметь непредсказуемый характер. То есть Карабах, Карабах, а есть еще Армения. И Армения, которая вроде бы сбракнула, наконец-таки, прозрела. И которая сказала, Россия и нет. Но вопрос только один. Они поздны. И мы не знаем, как пойдут дальше события, развитие событий в этой стране. А ведь Путин спит и видит, чтобы восстановить там авторитарный, тоталитарный режим. И не так, наверное, много денег там для этого. Если вдруг такие силы есть, готовые вернуть авторитаризм в Армении и поддержать Путина. Поэтому я думаю, что сейчас они продумают этот вопрос. А может, не сейчас, они же давно его продумают. И давно они стараются сделать это. Для них опасна армянская демократия. Так что и грузинская демократия опасна. И они делают все от них зависящее, чтобы эту ситуацию обратить в спять. И поэтому я думаю, что сейчас наибольшим риском могут подвергаться Армении и Грузия. На мой взгляд. Насколько у Путина есть на это свободные ресурсы, резервы, и это силовой метод, это политический метод? Чьи меры это сделают? Армии? Или условно ФСБ? Не-не-не-не. Я думаю, что они будут с опорой на внутренние силы. Деньги. У Путина есть большой инструмент, называется деньги. И механизм домоэкспорта коррупции и поддержка всяких реакционных сил. Это происходит не только в Армении, это происходит не только в Грузии, это происходит и в других странах, во многих, в том числе европейских, это происходит в Болгарии, в многих других. Хотя, конечно, избавляется от этой зависимости. Многие страны проводят очистительные операции, очистительные меры, применяют для того, чтобы снизить уровень зависимости и продажности. Тем не менее, это пока работает. Что касается Армении и Грузии, они меньше защищены от этих факторов. Поэтому я думаю, что это слабое звено. Ну, это мое, опять-таки, субъективное мнение. Дай Бог, чтобы я ошибался и Армении и Грузии стояли как скала кавказская. Но я боюсь, что процессы там уже идут внутренние. Я думаю, что Путин будет, если будет что-то серьезное делать, он будет делать ставку на внутренние силы, он их может вооружить. Не так много там оружия требуется, он может им дать финансы, он может им что-то дать еще какие-то организационные, решить проблемы, вещи, пропаганда, там, не важно что. Поэтому я думаю, что вот тут может быть, так сказать, проба сил, тестирование. Он не будет сейчас сразу задираться на странной Балтии. Опасно и рисково. Вдруг там получишь какой-то массированный ответ к конвенциональным оружием, это такое, что там мало не покажется. Поэтому себя протестируют здесь что-то в другом месте. Если ему удастся заморозить украинский конфликт, украинский фронт, о чем он мечтает, то он может дальше уже маневрировать силами и средствами. Вот это вот тоже надо понимать. Я не знаю, что там молчат Грузия с Арменией. Не дай бог какая-то, так сказать, относительный даже, хотя бы какой-то номинальный, формальный успех Путина сейчас в этой войне, он обострит, он сделает возможность переворотов с восстановлением авторитарных форм правления чрезвычайно высокой. Чрезвычайно высокой. Поэтому вот еще хотелось бы, чтобы вы были правы в том плане, что я сам не хочу. Сам не хочу. Вот. Но я два года с лишним предупреждаю Армена, что, ребят, вы на что надеетесь-то? Путин относится к вам как к врагам. Что вы его, так сказать, там разворачивали этот муравейник, пришли к власти, строите демократию, ему ненависты. И вы рассчитываете, что он с вами еще будет чего-то такое, но вы какие-то идеалисты неисправимые, либо это уже хуже. Либо это уже граничит с совершенно другими вещами. Ну, вот сейчас это прозрение. Отослать к истории Украины о том, как Путин воспринял построение демократического общества в Украине, приход к власти Ющенко, то есть повторение действительно очень похоже. Но если можно, да, вы упомянули о том, что у Путина есть вот этот важный инструмент его политики, деньги. Помогите понять, вот санкционные ограничения, да, мы очень рассчитывали, что это все обрежет Путину финансирование, что сверхприбыли у него на войну точно уже не будет, но тем не менее видим, что так как нам хотелось, эти санкции не сработали. Сейчас вот Европа обсуждает 12-й пакет санкций, там ограничения на российские алмазы, там ограничения якобы могут быть и касательно российского газа, уже нетрубопроводного сжиженного. По вашему мнению, насколько вот Европа готова будет на это пойти, насколько вероятно, что этот пакет санкций согласуют и в том числе ограничат покупку российского сжиженного газа. Дело в том, что санкции, конечно, работают, они нанесли ущерб экономике, они нанесли ущерб возможности Путина использовать эти сферы дохода, уменьшили эти доходы России. Безусловно, они работают. Но санкции не удушат в одиночку, так сказать, они не смогут только как санкции удушить Путина, потому что он поступает предельно цинично. Не хватает денег сократить расход для населения. На медицину, на образование, на транспорт, на муниципальные нужды, на все, что угодно. А все остальное бросить на войну. Вы знаете, что происходит? Мы тоже с вами должны здесь быть реалистами. Мы можем, конечно, говорить, ура, ура, мы побеждаем. Но Путин выделяет огромные деньги на войну, в том числе на найм кушечного мяса, на выплату денег за войну. И эти деньги оказываются в экономике. Эти деньги-то куда идут? В экономику. Да, конечно, есть отморозки, которые получили, вот сейчас, пример, вчерашний там написали, получила мужик 3 миллиона на руки выплат. гуляли 10 дней по 300 тысяч в пьянстве, прогуляли все. Ну, хорошо, прогуляли, пропили, так сказать, все понимают, но деньги-то куда-то пошли. Они пошли насчет сферы торговли, они пошли сферы транспорта, они пошли сферу производства каких-то там товаров, потребления и так далее. И вот сейчас экономика России, потребительский рынок разгоняется за счет вот этих гробовых денег. Ну, условно гробовых. Денег за мобилизацию. И вот они появляются деньги у народа. Вот этим способом, если раньше народ, допустим, не получал никаких денег, мы платили там 30 тысяч, в лучшем случае 25-20. Но сейчас сотни тысяч людей начали получать миллионы. мы тоже обязаны эти деньги. Этими деньгами смазывают шестеренки российской экономики, да, и она все работает. Еще как. Еще как. И плюс переориентация, давайте уже до конца договорю, чтобы у нас была ясная картина, и плюс переориентация поставок углеводородов, сырья и так далее, в Китай, в Индию, на Восток, и так далее, и тому подобное, тоже дает ему деньги. Что мы сейчас видим на рынке? Что мы видим сейчас большой рост нефтицен. Это означает, что Путин, пусть он даже со скидкой продает, пусть он даже по неудобным контрактам, но у него растут цены. То есть это же глобальный процесс, который можно решать только всем миром, чтобы цены были, скажем там, адекватными на нефть и газ. А что мы сейчас видим? Под 100 долларов за бочку растут нефтяные. Вчера пришел сын, интересуется всей этой макроэкономикой и так далее. Нашему правителю опять везет мотива. Уже нефть под 100 долларов. Вот тут опять-таки, что мы, конечно, с санкциями работаем, безусловно. Россия не может выпускать самолеты, Россия не может выпускать ракеты, Россия не может давать какие-то специальные сплавы стали и так далее и тому подобное. Не может производить еще что-то и может производить какое-то сложное навигационное оборудование. Это проблема. А вот мины, снаряды, пушки, пулеметы и так далее она производит. И это все отправляется на фронт. Оборонный комплекс работает, к сожалению. Санкции лишают оружия, может быть, Россию более мощного, высокоточного и современного оружия, но они пока не в состоянии приостановить или там сильно повлиять на массовое производство оружия, ну там с поставим характеристиками со Второй мировой войной, но оно идет. И вот здесь без военной победы не обойтись. Если вот мир считает, что Россию удушат санкциями, то, ребята, смотрите, пример Кубы и Северной Кореи. Да, можно лучше, да, можно. Да, но будет нищие население, жить в концлагере с затянутым поясами и все десятки миллионов маршировать промытыми мозгами готовность воевать со всеми соседями. Мы можем вот такой вариант получить. Я считаю, что без военной победы на фронте никакие вопросы решены радикально и кардинально не будет. Никакого непрочного мира, ни мировой безопасности, ничего не будет. Надо побежать на фронте, и надо дать Украине возможность победить. Это ключевая задача, на мой взгляд. Вы упоминали о том, что сейчас очень активно вербует Путин свое вот это пушечное мясо и у него есть на это деньги. По вашему мнению, будет ли Путин сейчас соглашаться уже, я не знаю, не частичная какая-то масштабная мобилизация? В том плане, что и выборы уже прошли, как бы уже нет необходимости Путину ограничивать себя в этом, заигрывать с электоратом, даже если бы это ему... Не, давайте про это вообще не будем. Да, да, помогите мне понять, про электорат не будем вообще, вот эти муниципальные, региональные выборы, их никто не заметил. Но помогите понять, будет ли вот это вот уже полная мобилизация, в том плане, мы же видели, как Госдума готовит вот эти все драконовские законопроекты с тем, чтобы забрать все права у того, кому смс-кой придет электронная повестка. То есть кажется, что готовятся к чему-то масштабному, насколько это может быть и какова будет на это реакция россиян. Мы помним Дагестан в прошлом году, возможно ли повторение подобного, почему так спрашиваю, потому что вот в прошлом году, когда пьяненький российский мужик, получив на руки 200 тысяч аванса, он ехал в военкомат с надеждой на то, что его отправят в тыл охранять блокпост. Это обещали в прошлом году россиянам. Теперь этих иллюзий точно уже нет, уже знают, куда отправляют, какие риски вернутся покалеченным или не вернутся вообще. Какой может быть реакция россиян, если Путин сейчас выйдет с масштабной мобилизацией? Нет, она будет такой же негативной, может быть, даже еще более негативной. Давайте мы сейчас разделим по понятиям. Мобилизация не останавливается. Она как была объявлена 21 сентября прошлого года, так она идет. То есть до юра ничего не поменялось. Де факто принудительную мобилизацию заменили на добровольно вот эту вот наемную. Стали платить большие деньги. И пока эти деньги есть, пытаются именно деньгами залить процесс формирования новых подразделений получившего мяса. насколько хватит, насколько вот этого запаса. Видимо, что истощается запас, судя по вербовке, попытке вербовки мигрантов, даже вот на Кубе кого-то пытались вербовать. Сейчас может быть в Северной Корее что-то там по ней замутят. Там же народ с удовольствием побежит на фронт, потому что им деваться некуда. У нее появится хоть какой-то шанс, а там никакого шанса уже нет. Там народ живет в концлагере, рождается и умирает в концлагере. Надо понимать уровень настроения, ощущения, понимания вот этой жизни северной Кореицы. Они же понимают, что живут в концлагере, по большому счету, все равно понимают. Они говорить об этом боятся, потому что смерть за все эти разговорчики. А так понимают, они понимают. Поэтому сейчас они попробуют вот эти все ресурсы соскрести, как говорится, помните в сказке про колобок. Сусеку по амбару помети, посусеку поскорби. Вот они этим принципом сейчас будут руководствоваться. Как закончатся ресурсы, они будут, конечно, прибегать к принудительной мобилизации. Эффект будет очень негативный. Опять это образуется, уж я извиняюсь за выражение бабиевой по всей России. Какие начнутся там. Потому что эти обязательства не выполняются. Ни по экипировке, ни по вооружению, ни по чему. Все равно будут давать обещание, что, ребята, никто из вас на фронт не попадет. Люди будут наивно верить в 174-й раз, что их не обманут, хотя в 173 уже обманули раза. Вот. Поэтому, тем не менее, все это будет. И власть пытается сейчас, я извиняюсь за выражение, отстать. Потому что не хотят этого эффекта. Я не знаю, заставить ли их жизнь проводить принудительные мобилизации. Но единственный выбор, который, так сказать, Путин печется, это не выбор регионов, муниципалитетов. Это все фигня. Для них это не важно. Это, может, важно для чиновников второго, третьего разряда уровня, но не для Путина. Для Путина важен вот этот вот полибисцит по доверию к нему, который намечен на март 24-го года. Вот это важно для него. И если у них совсем все будет в швах с пушечным мясом, они, конечно, объявят, по моему взгляду, скорее всего, по темпам употребления пушечного мяса, если он не сократится, не изменится. Ну, где-то к концу ноября, к концу года, может быть, в начале следующей, мобилизация может пойти. Если они все-таки найдут способы дополнительной мобилизации, вербовки в армию, может быть, они попытаются это сделать сразу после путинских вот этих вот так называемых псевдовыборов. Вот что-то такое. Либо это будет где-то ближе к зиме, либо, скорее всего, после выборов. Но они это готовят. Я хочу понять, вот эти его поездки, да, вот сейчас в Нижний Новгород, это он уже что, готовится к выборам или же это просто, я не знаю, отправил двойника, которого не жалко ручкаться с россиянами простыми. Ну, в том плане, мы-то понимаем, что настоящий Путин, да, прячется в бункере и сидит с Макроном за длиннющим столом, а, видимо, двойник Путина обнимается и жмет руки. Ну, складывается у меня такое впечатление. Я никак не могу объяснить разницу, гигантская, чудовищная разница, разрыв с пропастью просто в поведении Путина. То он шарахается любого контакта, у них скоро придется им брать бинокль для общения с Шойгу и с Герасимом, чтобы друг друга увидеть, и микрофоны, не микрофоны, а эти переговорные устройства, что услышат. А тут вдруг он начинает, так сказать, засос со всеми обниматься, словаться. Мы же с вами помним там выдачу государственной тайны каким-то военным этим отморозким блогерам, типа, который сказал, ну, какие новости мы сидели в карантине, я говорю, надеюсь, не выдают государственной тайны. Конечно, выдал главную государственную тайну, что они сидели там две недели в карантине, прежде чем допустили до Путина. А в это время Путин там с кем-то засос обнимался, целовался, так сказать, там ездил якобы по Мариуполю, где там в любой момент что-то могло произойти. Ну, условно говоря, я не вижу, я не могу объяснить эти две разные абсолютно модели поведения. Но мы же видим, что он даже свидание правительства проводит в режиме онлайн, через экран. С свидание правительства, встречи важные. А тут вдруг мы видим, что он плюет на все меры безопасности и давай по людям шарить. Ну, вот, поэтому я думаю, что чёрный двойников, она очень даже вероятна. Другим невозможно ничем другим объяснить. Игорь Лунинг, а какой Путин, по вашему мнению, поедет в Китай? Вот Песков подтвердил, что всё-таки этот визит готовится, хотя казалось бы, да, вот туда двойника туда не отправишь. Надо ездить. Не отправишь, конечно. А самому настоящему зачем туда ехать, на экономический форум Китая, где будут шелковый путь в обход России строй? Ну, то есть, казалось бы, вообще Путину туда не стоит ехать, но едет. Зачем? Ну, Путин сейчас не до шелкового пути, не до каких-то там карт закрашенными территориями в пользу Китая? Ему выжить надо. Да хрен с ним, с этим шелковым путём. Выживет, разберётся. Не выживет, и шелковый путь, чёрт с ним, куда-нибудь, хоть он на Луну идёт. Ну, вот, поэтому у него сейчас одна задача получить, заручиться любой поддержкой Китая, получить любую технику, получить любое оружие, боеприпасы и так далее, не проиграть эту войну. Для него это их задача номер раз, и все остальные задачи на этом фоне вообще не задачи, а не, так сказать, какие-то факторы малозначенные. Поэтому он будет терпеть унижение. Но терпел же Шойгу, так сказать, в 10 минут стоял любую извержение Китая, чем ныне. Ничего? Стерпел? Не пнул его в это место, не уехал, не развернулся. Ничего, потерпел. Зато что-то там они получили. Они сейчас будут и унижаться. А что-то от Китая, по вашему мнению, Путин может получить реально, я имею в виду, оружие? А я боюсь, что может, если будет визит. А я боюсь, что может. И там Северная Корея не такой уж там прозрачный элемент, через него там можно что-то и толкать. И не только через Северную Корею. Поэтому там через африканские режимы. Кстати говоря, кто там Путин унижал-то опаздал на встречу с ним, по-моему, главы среднеазиатских государств. Так что он ничего, терпел, терпел, что Китай потерпит. Но может быть, Син Цзепин не будет становиться специально. Все-таки он там более такой ответственный товарищ, более воспитанный, я бы сказал. У Европы и у Америки все-таки возможность надавить на Китай, чтобы не было помощи. Мы помним вот эти разговоры, что Китай не рискнет помогать России, потому что побоится потерять европейские, американские рынки. Конечно, конечно. Но сильно давить на Китай трудно, сильно, потому что большая страна, слишком большая. Просто давить. А вот что-то предложить взамен. Китайцы тоже они такие торгуются. а что вы нам взамен дадите? Ну, хорошо, мы, так сказать, пошлем Путина на три месяца туда, куда он все остальные, так сказать, пошли уже. А что мы за это получим? А что вы нам за это сделаете? А давайте мы вам продадим там больше товаров. Или давайте мы вот это сделаем. Давайте вот это нам сделаете. То есть китайцы тоже, ребята, непростые. Они прекрасно понимают, что без них сейчас в раскладах мировых обойтись невозможно. И они умеют продавать себя, не только свои товары, но и самих себя. И там какие-то разменивать какие-то договоренности на какие-то блага. То есть поэтому китайцы ушли, ребята. С ними должен, так сказать, вести диалог. Ну, не просто так же Макрон туда ездил. Там много чего он им предложил хорошего. И, наверное, его визит был тогда своевременен и полезен, кстати говоря. Поэтому китайцы точно будут торговаться. Геннадий Владимирович, спасибо, что нашли время для диалога. Вы здоравливаете. Спасибо за ваши взвешенные оценки. Спасибо, что могли под разными углами посмотреть на ситуацию. Ну, субъективное мнение. Хочу ошибаться во многих вещах. Лично хочу, чтобы мое мнение было ошибочно. Но будем надеяться на лучшее. Будем надеяться на лучшее и на все-таки военную победу Украины, которая нам всем вот так вот необходима. Мы в нее верим. Геннадий Владимирович, отдельно не устаю благодарить вас за поддержку Украины. Спасибо всем зрителям, кто был с нами на стриме. Спасибо за ваши лайки, за ваши комментарии. Напоминаю, конечно же, и о подписке, если на нас еще не подписаны. Увидимся. Всего до Украина. Слава ЗСУ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!